Переселим, давайте, женщины. Вода спадет, вернетесь. Нам возвращаться некуда. Да все всплыло, мне все. Давайте так. Обследуйте. Да, давайте так. Ты завтра, пожалуйста, женщину привези, вот мужчину. В 8 утра я на работе буду, мы с вами встречаемся. Потом сюда персонально приходим, мы дальше будем смотреть. Наша первоочередная задача – помочь землякам, чье имущество пострадало от наводнения. Так сформулировала задачу губернатор Наталья Жданова для всех служб и ведомств, которые принимают участие в ликвидации последствий стихийного бедствия. 13 июля глава региона отправилась в самые сложные районы, которые испытали и испытывают удар стихии. В этот день по Забайкальскому краю вновь прокатились дожди, которые метеорологи квалифицируют как сильные и очень сильные. Реки вновь наполнились водами, и их уровень опять неумолимо пополз вверх. Погода вторую неделю держит забайкальцев в напряжении. Наталья Николаевна, мост внесло на дорожке, на запозе. Там его весь размыло. У нас сегодня вторая волна почипает только из-за этого размытого моста. Комиссии зайдут, около ворот посмотрят и выходят, потому что вода стоит, они пройти не могут даже. Оповещали только по центральным улицам. Нам надо говорить, которые на окраине живем, а мы на окраине ничего не слышим. А вот по 10 тысяч хотя бы это будет выплаты? Нас даже в АК не вписали, что мы там проживаем. Будет специальная комиссия работать. Здесь комиссия работает, она будет стоить вот так и все на фаран, вот так восстановление откроет, даже чем прыжет. Там у себя никто ничего придумывает, не будет, а я тебе нет. Про мастер, про помощь, да? В случае, если субъект потерпел такую стихию вообще, то субъект получает помощь на возмещение затрат из федерального бюджета. Вот нам важно сейчас выдержать все сроки. Вот у нас 9 июля уже в понедельник был объявлен режим ЧС в крае. Пошел отсчет, чтобы мы в этот месячный срок успели подать весь необходимый пакет и документ на возмещение всех наших затрат, вот ваших затрат из федерального бюджета. Особенно важно сейчас оперативно помочь малоимущим семьям. Такую задачу оказать всемирную поддержку этим людям ставит губернатор перед ведомствами. В этом году урожай по краю обещал быть как никогда хорошим. И все теперь в этих районах ушло под воду. Испорчена мебель, домашняя утварь, пострадали приусадебные участки. Конечно, мы будем восстанавливать ущерб как из средств бюджета Забайкальского края, так и привлекать средства федерального бюджета. Для этого есть соответствующая нормативная правовая база и законодательство. Наша задача – отработать эти заявки в месячный срок при подаче документов, подчеркивает Наталья Жданова. Принимаем от муниципалитета соответствующие списки с адресами и направляем оперативно в Росреестр и Кадастровую палату. Соответствующая договоренность есть с этими федеральными органами. То, что касается помощи финансовой какой-то компенсации в результате повреждения либо утраты имущества, то здесь в случае частичной утраты, то есть повреждения, это 50 тысяч выплата каждому члену семьи. И в случае полной утраты имущества – это 100 тысяч рублей. По вот этим фактам относительно недвижимости и необходимые выписки. В случае, если права не были зарегистрированы после 1998 года, мы соответствующую информацию будем поднимать в архивах БТИ. В случае, если даже и в архивах БТИ не будет информации о зарегистрированных правах, то третий вариант, который также у нас согласован с органами прокуратуры, мы будем подтверждать право через суды. Министерству сельского хозяйства поручено организовать работу по обследованию пострадавших в результате наводнения приусадебных участках и оформлению документов по возмещению ущерба. В Шилкинском районе обследовано 385 из 600 понёсших урон личных подсобных хозяйств. Подготовлено 303 акта обследования посевов. Полностью подготовлено 15 пакетов документов, которые подписаны владельцами подворий. В Нерчинском районе специалисты обследовали уже 158 из 220 пострадавших приусадебных участках. По предварительным данным, в Сретенском районе затоплению подверглись 176 участков. Полностью обследовано уже 50 хозяйств. Работа продвигается по мере ухода воды. Во всех районах созданы комиссии по установлению ущерба. Комиссии работают. Если, допустим, нагрузка большая в Шилкинском районе, там более 600 пострадавших, туда направлены специалисты министерства сельского хозяйства. Они оказывают практическую помощь в работе. Ну а животноводческое помещение пострадало одно помещение, вот здесь, в Сретенском районе. Животных заблаговременно, особенно телят, молодняк, были эвакуированы. Лично подсобные хозяйства не останутся без внимания. И мы будем возмещать те прямые затраты, которые они понесли при посадке картофеля и овощей. Ситуация в Забайкальском крае очень тяжёлая. Такое наводнение происходит раз в столетие, говорит губернатор. Сотни людей работают на ликвидации чрезвычайной ситуации. Сутками не спят, рискуют собой. Действует оперативный штаб, КЧС, правоохранительные органы. Все силы и средства приведены в полную готовность. Финансовые и технические ресурсы сосредоточены в пострадавших районах для того, чтобы противостоять стихии. Проехали сегодня три района. Я с удовлетворением отмечаю, что что бы там ни писали, ни говорили, а работают люди. Люди сутками не спят. Оперативные штабы на местах работают. КЧС районные работают. Все силы и средства необходимые буквально собраны, находятся в боевой готовности. Выходит параллельно уже на передний план. Это защита человека, семей, пострадавших. Терпеливо разъясняем. Наша задача сейчас в этом заключается. С каждым работать, ни от кого не отмахиваться, каждому объяснять. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев. Присодействие пресс-службы губернатора Забайкальского края.